Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 мая, у нас наконец-то за три дня до наступления календарного лета пришла зима. Ой, пришла весна! Всё, привыкла, что зима-зима. У нас цветут вишни, у нас цветут яблони. В честь этого я сменила зимнее видео на весеннее, цветущий сад. Настроение прекрасное. Сегодня была последняя холодная ночь, плюс 3 градуса. Я сегодня наснимала вам уже много-много видео, потому что темы нагромоздились одни на другую. И рассказала, что сделала я в течение месяца в теплице. Кому-то, может быть, поможет, кто-то что-то пропустил. Рассказала о поливе подробно-подробно сегодня будет видео. Потом расскажу о томатах в открытом грунте, чем буду я их подкармливать в связи с тем, что было очень холодно, они в плохом состоянии. Все-все это буду выкладывать сегодня. Но хочу еще, раз выбралась у меня сегодня минутка, хочу еще ответить на злободневные вопросы в комментариях. Кому-то, может быть, что-то нужны. И с сегодняшнего дня, если меня долго не будет, знайте, я в огороде на высадке. Теперь пока не высажу, мне надо, потому что время поджимает уже, считай, июнь на носу. А у нас из-за морозов, из-за градов, из-за снегопадов почти половина огорода еще не высажена. Я, конечно, и в эти холодные дни высаживала, несмотря ни на что. Но все равно, работы много. Вот смотрите, о борном опрыскивании я сегодня выложила видео. И вот тут правильно пишут, что мы раньше вообще просто поливали раствором борной кислоты, один раз опрыскивать позже стали. И вот еще Надежда Красикова пишет, что от химика профессионала, что многокомпонентные растворы не есть хорошо. Я не буду все полностью читать, но я скажу только одно. Вот мой этот видеоролик был обращен, конечно, к начинающим огородникам, потому что некоторые слушают и верят каждому слову всех-всех блогеров, которые говорят. Если они говорят, что надо семь компонентов, если какого-то не хватает, они, может быть, думают, что он не сработает. Сильно я вот не люблю вот это вот захимичивание, сильно усложнение. Я вот ей ответила, что да, я не знаю, как они действуют, но я подсознательно избегаю многокомпонентных составов, потому что многие люди на этом обжигаются, напихают всего-всего-всего, потом не знают, от чего умирают растения. Если вы видите, что вам не хватает бора, что у вас, например, закрыта теплица, нет проветривания, плохо опыляются томаты, обработайте вы одним бором. Не слушайте никого, что там нужно добавлять 5 или 6 компонентов. Может быть, она и тоже хорошая подкормка, но если вы видите, что вам нужен бор, и если у вас нет таких глубоких знаний о подкормках, и вы не знаете, как это сработает, лучше все-таки остановиться на однокомпонентном варианте. Это беспроигрышный вариант, вы же знаете, что бор. И опять же, выдерживать нужно дозировку. Все. Вот тут про... Вот Вера спросила про дозировку, подсказать. Про дозировку я позже отвечу подробно, потому что сейчас я не буду. У меня записано, я в уме же все не держу, но я скажу одно, что можно сделать и хорошей, нормальной, не очень слабой дозировкой и не сжечь, но новеньким я все-таки советую делать послабее. И это каждому... Ну, каждому могу дать разный совет. Я попозже постараюсь про дозировки, и именно про осторожничание вот это вот, с обработками снять видео. А сейчас мы пока пойдем дальше. Вот странно, что даже мужчины пишут, поменьше обращайте внимание на пустословов, а то обычно мужчина как напишет, напишет такой комментарий, что про этого, про там от Вовы Путина, я уже не рада, что начала про него рассказывать. Там столько таких агрессивных комментариев, а я сказала, он мне не мешает, я ему не мешаю, что он Вову, но он где-то там далеко, в Москве, мы здесь. Я вот от него никак независима, и мне вообще, если честно, президент мне жить не мешает. У меня на него никакого зла нет. И вот пишут, что, да, раньше вот писали, что густо садите, сейчас уже видно, что в теплице не густо, огромные проходы, по которым я даже могу там и проходить, и проползать. Места всем хватает, и я потом подробнее расскажу о схемах посадки, потому что многие боятся высаживать вот так много. У меня 140 томатов в одной теплице, но кто смотрит мои видео сейчас про обзоры, вот про посынкование, видит, что огромные проходы, и что томаты все проветриваемые, что все просвечивается, всем хватает и места, и солнца. Вот Светлана Камисова пишет, пожалуйста, подскажите, как поведет себя Настенька в Краснодарском крае, что жарко бывает, 35 градусов в теплице. Света, а у нас в прошлом году была жара не меньше, у нас все лето стояла жара, жарища, 30 градусов было на улице, в теплице было до 40. Вот как раз Настенька-то, она жару переносит нормально, я же говорила, что у нее толстые вот эти листья, она не вянет, у нее толстый стебель, толстые листья, она один раз вы польете, она этой воды ей хватает надолго. Насчет Настеньки не сомневайтесь. Вот Мария Леон пишет, а президента нашего Владимира Путина мы уважаем, прекрасный человек, сильный политик, умнейший человек. Я знаете, я его не оцениваю, вот например, ни как политика, не видно, ну конечно он умный, раз он президент, ну вот мне импонирует, я уже пишу, хотя бы то, что он, во-первых, не пьет, не курит, занимается спортом, и многим нашим мужчинам, которые вот его критикуют, агрессируют на него, нужно на него равняться. Ну тут, дело в том, что какие мужчины, я вот когда своему мужу, еще по молодости, у нас был сосед Борис, я всегда говорила, вот посмотри на Бориса, он не пьет, ну они старшего поколения были, но все равно я всегда приводила пример, он не пьет, не курит, даже банки консервирует, и в огороде пропалывает, все, он муж всегда отвечал, ну иди живи с Борисом, вот и все, так и начнешь Путина, в пример приводить, скажешь, ну ехай к Путину, к своему, вот Вика Парамонова пишет, а после пяти гистей, все-таки прищипнуть, или отщипывать только завязи, я вот знаете, я даже если честно, я и не задумывалась, что я там отщипывала, завязи, или только прищипывала, но если вы смотрите, если вы завязи появившиеся, отщипнете, он даже если вырастет, на лишние 10 сантиметров, но вот эти листики, листовой именно, аппарат, вот эти листовые пластины, они вам не помешают, но опять же, если вам будет мешать, вот это обилие листьев, вы можете и листья эти удалить, это же нужно все смотреть по месту, но по крайней мере, его прищипывать, чтобы он рос в высоту, я никогда не прищипываю, я вот просто иду, я обрезаю все, что лишнее, если лишний лист, значит листь, если мешается, если смотрю, кисти начинают свистеть, нарастать, убираю и кисти, потому что у нас, я еще раз повторяю, живу в Сибирском регионе, и у нас много кистей, даже в теплицах не вызревают, потому что холодно наступают, минусовые температуры, если ночные, то в теплице, они уже все, помидоры приходят, конец. Так, вот тут еще про огурцы, вот Татьяна Андресова пишет, что семена уценили, этого года закончился сезон, не удержалась, купила для следующего года, я всегда, когда мне надо каких-то побольше новинок, купить по дорогой цене, не хочется, конечно, что покупать, вдруг они не понравятся, беру всегда уценку, прекрасно всходит, для расширения ассортимента, это самое то. Так, вот, она же пишет, вот Татьяна, что снимите ролик, как вы начали заниматься своим бизнесом, если это возможно. Я пообещала, что сниму, тут тоже история интересная, я же ничем не начинаю заниматься специально, я специально не задумывала, например, делать канал, получилось случайно, специально тоже не очень конкретно задумывалась начать, вот, заниматься бизнесом, вот, с растениями, тоже получилось случайно, я расскажу, это, конечно, будет интересно только тем, кто хочет начать заняться бизнесом, но все равно сниму как-нибудь, вот, сейчас высажу, страду закончу свою, как посевную. Вот, про русские колокола, что вот, я их так люблю, прям такие, мне они детей каких-то напоминают, маленьких кукляточек, пишут люди тоже, что без объяснения, любовь. Тут про град, что дырочки, даже в помидорах были от града, у нас тоже был такой град. Вот тут Галлия Панюшина пишет, что про Настеньку посадила, сорт в этом году, рассада супер. Так, потом. Я не знаю, вот тут рабочее сердце, мне уже второй раз пишут, что это сорт итальянский. Я сколько себя помню, даже когда 50 лет назад, у нас уже он рос в деревне, бычье сердце, когда его завезли во время войны, может быть, но это я не знаю. Я спорить не буду, если итальянский, может быть и итальянский, к нам же все в Россию, откуда-то завезли, значит, бычье сердце у нас итальянское, наверное. Вот Ксюша Шинк написала, как формируете томат демидов в открытом грунте. Я написала, что я сегодня сниму, и в открытом грунте там больше разнообразия, чем в теплице. В теплице обычно по одному варианту, весь низ зачищаю, а в открытом грунте его можно формировать по-разному. Вот про Вову Путина тут Галина Максименко пишет, что тоже посадила первый раз. Андрей Гурьянов пояснил, я когда сказала, что почковидной форме, я думала почка, которая на растениях, а он мне объяснил, что почковидная форма, это форма человеческого органа, почки, в виде фасольки. Ну вообще она, любимый праздник, не в виде вроде фасольки. Ну посмотрим, сравним с почкой. Вот Мария Калина пишет про огурцы, это вероятно еще прошлогодний видеоролик, что ни о чем. Могли бы не докладывать, если вам не нравится, не заходите, не смотрите. Каждый должен найти своего блогера, вот мне вчера уже сказала, что нужно покороче, я говорю, найдите лаконичного, который скажет, здравствуйте, вот я посадила, все, до свидания. Тут же опять антифанаты Путина, Татьяна Алустон пишет, от одного названия сорта тошнит. Но я ей пишу, ну не нужно его ни с чем ассоциировать, это просто томат. И вот это же Татьяна пишет, деток из зимней вишни, сгоревших заживо, людей взорвенных в Малитогорске, не жалко. А при чем здесь сгоревшие дети в зимней вишни Путин? Ой, даже углубляться не буду, такую ересь некоторые несут вообще. Во всем, короче, во всем плохом, что случилось в нашей стране, наверное, виноват, конечно, Вова Путин, особенно вот томат, про который я говорю. А вообще Владимир Кировский пишет. Если честно, то не продасите слух этого сорта и название не пишите. Ну что это? Вообще, я, наверное, сама решу произносить мне что или не произносить. И даже вступление специально сделала, что не ассоциируйте это с нашим президентом, и все равно есть такие люди, которым прям хочется это все связать, совместить. Ой, и садить этот сорт нужно отдельно от других. Он все полезные вещества из почвы на себя оттянет. Но если вы это ассоциируете с президентом, у меня он ничего не оттянул. Я самодостаточный человек, я всю жизнь на себя работаю, и президент мне не помеха. Кто хочет жить, ну как для себя, на себя, индивидуально, тот будет. Сейчас нам никто не мешает сильно. И он же пишет, опулять этот сорт надо только усами Пескова и медвежьего хвостика. Ну, хоть развеселил нас. Лучше бы голову ему отрезали. Ой-ой-ой-ой. Вообще кошмар. Бедный, там президент, наверное, икает наш. Это вообще. Вот неунывающая птица пишет, что к моей подруге приезжал брат из Барнаула, сказал, что люди неблагодарные, что забыли, как тяжело жилось, не ценят того, что имеют. Правда это или нет, не знаю. Но это из-за границы человека. Сорт мне понравился. Но я и написала, что мне и сорт нравится, и жизнь вокруг нравится, ведь мы сами ее делаем. Если не это... Не буду ничего, ладно. Так. Народ очень злой, доведем до отчаяния практически. Расти себе молча и без обзоров. О, здрасте, Алифтина. Ну, я пишу, сама решу, когда мне молчать. Это мой канал. Научитесь воспринимать с юмором. Ну, вы что так серьезно? Еще сказала в начале, что не ассоциируйтесь с Владимиром Владимировичем Путиным, что назван часть друга, детства, селекционера. Нет, они все равно на эту дорогу съезжают. Галина Казакова пишет, мы тоже уже сколько лет на Волочку надеемся. Я сказала, что я так надеялась на него и отрезала ему помидорку. Да, вчера отрезала все лучшее, что было на моем пути, не осталось у меня в руках. Татьяна Ионова пишет, добрый вечер. Хоть это и азбука, оно тянет на целую науку. Я уже запуталась в листьях, пасынках, еще загустела, буду укорачивать листья, но на ошибках учатся. Да, ну, не без этого, все через это прошли, через загущение, через борьбу с пасынками. Вот сегодня выйдет видеоролик еще один, что не поддавайтесь на обаяние красивых пасынков, они вас уговорят остаться, а потом выгонят вас из теплицы, вообще не запустят. Ой, хочу предупредить, у меня что-то уже от напряжения, от большой, слишком частого этого, видеороликов снимания, фотоаппарат перестал работать. Если сейчас отключится, значит, на этом наша закончится беседа. Сразу предупреждаю, я это второй раз не буду переэтовать. Ну, некогда. Так. Это все к вам придет. Раньше, ну, так, слепой, стала понимать, благорян. А вы больше смотрите и научитесь. Ой. Так. Вот пишет Марина Майорова. Ой, хорошо, Оля, хорошо, что вы обратили внимание на толщину ствола Настеньки. Я впервые 4 штуки на пробу пособедила, увидела ствол, сделала заключение, что каким-то образом умудрилась перекормить, она зажировала, отлегло, все нормально оказывается. Вот я хочу про это и сказать. Мне уже тут комментарий пришел, когда уличные показываю Демидова, и уже такие умные в кавычках люди пишут, ой, у вас Демидов-то жируют, Демидовцы жируют, сразу видно, удобрения работают. Ну, во-первых, я там ничем не удобряла, и Демидовцы не жируют. Они генетически вот такие, они созданы быть толстыми, мясистыми. Когда там отжируют, у него нет, он жирует в ущерб цветения и плодообразования, а если он толстый, мясистый, но он весь в цветах, это значит, он не жирует. Он такой есть. Я прошу людей, если вы не знаете вот точно характеристики именно этого сорта, вы не пишите комментарии, не вводите в заблуждение других огородников, потому что не жируют Настенька, не жируют Демидов, не жируют это госпожа Удача. Они такие толстые и жирные должны быть, их специально создали, чтобы они не на морозе не подмерзали, вот эти толстые жирные листья и стволы, и чтобы они жару переносили хорошо, такой же жиростойкий, таймыр, аляска, все про которые я говорила, если увидите, что у вас рассада толстая, что у вас, вот вы высаживаете, она прям по сравнению с другими, но видно, что она вот такая, как бы кажется, жирующая, это характеристика сорта, это не отразится, не уменьшится урожай, оно будет прекрасно плодоносить, они такие и есть, жировики, все, вот Галина Амонт пишет, во Владикавказе тоже трудно найти Настеньку, а в магазине мне сказали, что все так их ищут, вот я и пишу, значит, Настенька до вас тоже не доехала, до многих городов Настенька еще не доехала, ну, я надеюсь, доедет, вот пишет просто Натали про русские колокола, очень позитивное видео, я бы тоже так целовала томатики, они мне очень нравятся, вот сейчас у всех вырастет томатики, но целуемся с ними, так, сейчас подождите, у меня долго загружается следующая информация, на чем работаем, компьютер какой-то у меня не такой, фотоаппарат старый, может быть, когда-то я дообразовываюсь до такой степени, что у меня будет профессиональная, может быть, камера, а может быть, еще и хороший компьютер, так, сейчас подождите, все, почему раньше ничем не обрабатывали, и все росло, и какие еще помидоры были, а сейчас только и слышишь, обработать, подкормить, я никогда не говорю, что надо много обработать и подкормить, наоборот, я часто повторяю, что я иногда не успеваю сделать ни одни, ни другие подкормки, а именно вот, под которым видео написали, подкормка бором, потому что раньше, когда мы не подкармливали, ничем не обрабатывали, у нас не было теплиц, сейчас в теплицах совсем другие условия, и там томаты у нас не проветриваются, и бывает, что хуже опыляются цветы, именно для этого стали делать подкормки борные, просто нужно слушать, о чем вот говорит автор в видеороликах, и для чего мы делаем, да, на улице они мотыляются, ветром мотаются, у них все опыляется хорошо, а в теплице иногда бывает такой застой воздушный воздуха, что ничего не шелохнется, и бывают пустоцветы, и тогда мы помогаем своим растениям, вот, не все же могут ходить и шевелить их каждый день, трясти, но некоторые и трясут, я и трясу иногда, вот, если я прозевала пасынок, он очень толстый, его можно отрезать, я боюсь, что рана большая получается, еще вопрос, два ствола, это на одном кусте, а в лунке их два, не густы ли им, вот я написала, что сегодня отвечу в видео, вот вы сегодня посмотрите видео про русского богатыря, где очень толстый пасынок, как я его удаляю, это будет ответ вот на первую часть, а четыре ствола, я потом сниму, подробное видео, но я могу в двух словах сказать вам так, вы второй ствол, который вы ведете, пасынок, например, вы в любой момент можете его прищепнуть и ограничить, например, зацвело, образовалось на нем две кисти, вы хоп, его и убираете, а дальше ведете в один, если вам покажется, что густо, это все зависит от сорта, есть сорта такие, как мощные, с большими листьями, сильно зарастают, а есть сорта такие, слабо облицовленные, они хоть и два, хоть и три ствола, они не мешают друг другу, все индивидуально, опять правого Путина, разве этот сорт один растет, его формируют два ствола с премьер-министром, пишет Галина Меньших, Оля, здравствуйте, вы можете прислать семена Настеньке, Батяне, раз у вас уж везде продают, я вот ответила, что о семенах будем говорить с 1 августа, сегодня уже превысило количество вопросов о семян, ну превысило допустимого предела, я сегодня специально сниму видеоролик, чтобы люди не спрашивали, объясню все, и расскажу всем доступность, что сейчас говорить о семенах еще очень рано, вот например, о моих семенах, пока семян не будет в готовом виде, кто-то уже предлагает там заказать, я ничего, никаких разговоров о семенах быть не может, не надо делить шкуру неубитого медведя, вот как только вызрют все томаты, все это будет, но я сегодня все подробно расскажу, чтобы люди не волновались, и скажу сразу, что у меня нет столько семян, чтобы обеспечить, например, всех желающих, потому что, все вы понимаете, я, у меня не производственное объединение, я один человек, который потихоньку, потихоньку, вот занимается своим делом, кому-то достанутся, кому-то возможно нет, сразу говорю, не обижайтесь, у меня нет, вот я не на потоке, у меня нет никаких, ни наемных рабочих, ничего, вот сколько я сама выращиваю, сколько делаю, столько рассылаю, это не много, так, я купила Насте Сибирячка, это другой сорт, сразу говорю, вот Сергей Лунин пишет, вам еще повезло, у нас в 15-м году град был такой, что все побило, и цвету, и землянику, и все, ну вот смотрите, а у нас, я вот и говорила про град, у нас был тоже, в каком, в 17-м году, такой град, что пробил поликарбонат на теплице, это какая должна быть сила, ну конечно, ни шифер не слетело, ничего, ну а теплицу удувало, тоже было, у нас улетала теплица, Марина Коваленко пишет, спасибо вам большое за видео, смотрю, их все помидоры стало выращивать, благодаря вам, раньше даже не пыталась, боялась, в этом году у меня рассада вся из ваших семян, очень рада, довольна, что заказала, я вот, всегда мне приятно читать сообщения, которые пишут, что вот посмотрела видео, и стала выращивать, благодаря вам, вот научилась выращивать, это очень приятно, я желаю всем удачи, потому что люди боятся, как-то кажется, что это сложно, но вот посмотрев видео, вы видите, что ничего сложного нет, ведь все просто, я вообще практикую вот такое простое огородничество, не заморачиваюсь ни с чем, сильно не усложняю, сильно не перебарщиваю вот с этим уходом, ну, отпосынковала, полила, подкормила, ну, несколько раз за сезон, все, мы уже все влюбились в Настеньку, Людмила Филиппова пишет, и тут же пишет, Татьяна Грязева, я не поняла, сначала пишет, нудно, потом, нужно, какое из них верно, я не знаю, может быть, ей и нужно, и нудно, так, вот, пишет, о, какое чудесное название, право у Путина, я хочу такой сорт, президент нашего, люблю и уважаю, и Вика Янович спрашивает, а чего больше, любви или уважения к президенту, или в равных долях, ну, тут даже в граммах, вот, хотят взвесить, любовь или уважение к президенту, в равных долях пишет, так, в чем сила нашей страны, в чем она стала, ой, это вообще, такие разговоры, тут опять вот, Алевтина вклинилась, которая с такой агрессией, Сибирь Китаю отдали, все, вы кроме помидор, что-нибудь смотрите, скоро пустыня будет, по море московским мусором загадить, хотят девственную природу, полицаи пожилых женщин за волосы таскают, ой, 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 я не знаю, я всю жизнь прожила, меня ни один полицаи за волосы не таскал, меня никто нигде не загадил, где вы, может быть, в другой стране живете, не знаю, у нас, я даже вот такие комментарии, не хочу, это про плохую страну ношу, так, вот пишут, таскают за волосы проплаченных клоунов, когда они приходят портить людям отдых и праздник, я считаю, мало за волосы, но это где-то люди что-то смотрят такое, я об этом даже ничего не знаю, вот правильно Мария Леон пишет, что она отвечает Владимиру, тем, кто работает, всегда хорошо, пару раз в год мы отдыхаем, летаем куда хотим, а кто нытик и вечно недоволен, всем плохо, ну ничего не поделаешь, вот я придерживаюсь такого же, я вот только что перед этим говорила, я не читая, я не видела вот этот комментарий, что когда человек работает, когда он трудолюбивый, целеустремленный, я не верю, что все у него будет плохо, все равно, как говорят, вода камень точит, ну пусть сначала молодым тяжело, да, вот мы начинали, и на квартире жили, и на первую жигули там копили, неизвестно как, даже не хочу вспоминать, но потом начали работать вдвоем, дети немножко подросли, и дом построили, и все у нас есть, что надо, но правда летать никуда не летаем, потому что я с огорода отлучиться боюсь, что у меня там засохнет, но это мои личные тараканы, я могла бы тоже закрыть избушку на клюшку, и поехать отдыхать, все нормально в нашей стране, я думаю, так, иди бабушке, расскажи сказку, как она два раза в год отдыхать ездит, а не копейки считает, думает, что купить молоко и хлеб, но я вот тоже бабушка, тоже пенсионерка, не знаю, наверное, люди в разных странах живут, кто в какой хочет, тот в такой живет, кто-то в плохое, кто-то в хорошее, это вот мой такой, так, все, Елена, а не перепыляются ли сорта в одной теплице, может образуется гибрид, вы знаете, если их принудительно не перепылять, они обычно не перепыляются, ну, говорят, что есть случаи, когда вот перепыляют трипсы, это ему нужно на одном пошариться томате в цветочке, потом как-то переползти, заползти на другой сорт, на другой кус, на другой сорт, и так перепылить, но это встречается, наверное, очень редко, ни от ветра, ни от чего они не перепыляются, я годами наблюдаю за томатами, если этот один сорт, он один и есть, ну, редко может быть, но обычно люди, когда перепыляют для получения нового сорта для гибрида, они с кисточкой работают, это надо кисточкой там пошарить, потом пойти в другом цветочке пошарить, пошарить, томаты очень не склонны к перепылению, вот Жанна спрашивает, 5 кистей оставить на одном стволе, или на одном томате, конечно, на одном томате всего 5 кистей, если на каждом стволе по 5 кистей, это 10 кистей, никогда он не осилит, так, вот Вова Путина, Людмила Климова пишет, спасибо за предисловие, сажали в прошлом году, замечательный сорт на глупости, реакцию вашу поддерживаю, так, и Солнцева пишет, посадила Настеньку первый раз, рассада просто поразила, очень крепкая корня, мощная, высадила все 100%, и хоть свои хорошие сорта, если в ящиках были немного загущены, повытягивались, пришлось половину выбросить, на следующий год посадить Настеньки пораньше, так, 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 даже свекровь недовольно прошипела, что, мол, посмотрим, может у нее помидоры будут невкусные, а я думаю, будет один из любимых сортов, вот я поэтому и так подробно рассказываю, вот у меня там где-то дальше спросили, а почему вот столько много про Настеньку, все Настенька и Настенька, так я и рассказываю о тех сортах, именно о тех, которые могут выжить в нашем регионе, и в таких же регионах, где трудно вырастить нормальные томаты, что вот капризные все, они ведут себя по-другому, то у них листья крутят, то они замерзают, то они засыхают, а те томаты, которые районированные наши, сибирские, они вот, судя по моему опыту, они подходят для любых проблемных регионов, и поэтому вот про эти томаты я рассказываю более подробно, потому что некоторые люди даже не подозревают, что есть такие сорта, которые действительно неприхотливые, выносливые, и вкусные, и здоровые, и красивые, вот люди некоторые первый год выращивают, удивляются, правда, какие томаты, они и за ними уход минимальный, и крупноплодные, и вкусные, все влюбляются в эти сорта, но просто у нас плохо работают, вероятно, вот эти торговые сети, что они не распространены, вот этот импорт гонят, гонят откуда-то какой-то, который у нас не очень хорошо приживается, а у нас в сибирском регионе, он еще плохо не успевает...